Спасибо, Александр Анатольевич. Уважаемый господин председатель, уважаемый глава делегации, уважаемые коллеги. Прежде всего, я тоже хотел бы начать с поздравления всех присутствующих с 10-летним юбилеем ШОС. Прошедшие годы показали, что стратегический выбор, сделанный в 2001 году, был правильным и дальновидным. Наша организация, о чём уже говорили мои коллеги, утвердилась в качестве авторитетной организации, авторитетного форума для взаимодействия по вопросам региональной безопасности и сотрудничества. Наша организация заслужила и признание во всём мире. Подтверждение тому – участие на сегодняшнем заседании стран-наблюдателей при Шанхайской организации сотрудничества и влиятельных международных организаций. В Шанхайской организации сотрудничества последовательно выстраивается эффективная система реагирования на угрозы безопасности и стабильности нашему региону. Это, наверное, ключевая задача, которую нам приходилось решать в последние 10 лет. Для того, чтобы были созданы условия укрепления доверия, партнёрства и свободного развития разных культур при, безусловном, соблюдении принципов международного права и суверенного развития. Мы стремимся и дальше повышать потенциал нашей организации, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Одно из главных направлений – укрепление безопасности наших стран и народов. Мы только что на встрече в узком составе обсуждали целый комплекс мер по укреплению этой компоненты, включая укрепление региональной антитеррористической структуры, её финансовой базы и, у не всякого сомнения, кадрового состава. В России принят уже целый ряд решений для того, чтобы представители, которые будут направляться в региональную антитеррористическую структуру, проходили специальную подготовку. Я считаю, что этому должны последовать и другие наши коллеги. Крайне важно, чтобы к этой работе привлекались и государства-наблюдатели, и государства-партнёры по диалогу. Соответствующие правовые условия для этого в настоящий момент уже существуют. Я напомню, что в марте месяце прошлого года в Ташкенте, сего года точнее, было принято решение приглашать представителей соответствующих стран на заседание Совета антитеррористической структуры нашей, и утверждён специальный типовой протокол. Это движение вперёд. Серьёзной является задача по борьбе с наркотиками. Особое значение в этом плане приобретает антинаркотическая стратегия на период с 2011 по 2016 годы. И программа действий по исполнению этой стратегии, которую мы с вами в ближайшее время, то есть на сегодняшнем саммите, утвердим. Значимым шагом должно быть и подписание в рамках саммита меморандума о взаимопонимании между секретариатом Шанхайской Организации Сотрудничества и Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности. Это свидетельство, кстати сказать, признания Шанхайской Организации Сотрудничества в качестве авторитетного форума. В этом контексте Россия выступает за налаживание более тесного и многопланового сотрудничества между Шанхайской Организацией и Афганистаном. Афганистан – наш сосед, и его участие в деятельности Организации может быть более тесным. Насколько я понимаю, в настоящий момент с этим согласны все участники нашего форума. И от этого в конечном счете зависит и то, как будет идти процесс политической стабилизации в стране, от ситуации, в которой в значительной мере зависит безопасность наших государств. Государства, члены Шанхайской Организации Сотрудничества, опираясь на соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, вносят вклад в усилия международного сообщества в этом направлении. Нам сегодня предстоит одобрить предложение о внесении на 66-ю сессию Генассамблеи проекта резолюции о правилах поведения государств в сфере информационной безопасности. Очевидно, что это важная инициатива, и она продемонстрирует общий настрой организации добиваться решения этой непростой проблемы. Мои коллеги, выступая только что, называли расширение экономических связей в качестве ключевого направления сотрудничества на ближайшие годы, Россия поддерживает эту позицию. Помимо собственно региональной безопасности, экономика является второй наиболее важной целью нашей совместной работы. В декабре прошлого года на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Душанбе решено разработать дорожную карту по реализации программы многостороннего экономического сотрудничества. Дорожная карта должна быть полноценным документом, то есть содержать предложения по крупным проектам в рамках ШОС. Я акцентирую внимание именно на то, что такой форум, как наш, должен прежде всего быть ориентирован на крупные региональные межстрановые проекты. Я считаю, что до конца текущего года этот документ нужно разработать и утвердить, и не откладывая приступить к его практической реализации. Перспективными представляются также предложения о формировании специального венчурного фонда и о создании объединенного центра делового сотрудничества. Целесообразно обсудите вопрос о специальном счете Шанхайской организации сотрудничества. У нас уже были обсуждения этого вопроса. Я считаю, что этот вопрос перезрел, и в настоящий момент к его обсуждению и принятию решения готовы практически все государства. Средства этого фонда, этого счета могли бы использоваться для технико-экономической проработки крупных проектов. А к реализации этих проектов можно было бы привлекать и Межбанковское объединение, и Деловой совет Шанхайской организации, и, конечно, бизнес-сообщество всех государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. На повестке дня стоит и расширение гуманитарных связей. Напомню, что с сентября прошлого года в пилотном режиме начал свою работу университет ШОС. В реализации этого проекта участвуют более 50 ведущих вузов государств-членов нашей организации. Полагаю, что у наших граждан, особенно у молодых граждан, должны быть самые широкие возможности для обмена в области образовательных программ, культурных программ, спортивных обменов. В этом контексте мы рассматриваем и новые инициативы от Молодежного совета ШОС, и то, что только что сказала Роза Исаковна, я считаю, что это хорошая инициатива. Весьма актуальным является сотрудничество в сфере здравоохранения, включая обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. События последнего периода в Европе демонстрируют крайнюю необходимость сотрудничества в этой сфере для недопущения распространения эпидемий. И, конечно, нашей общей заботой должно быть повышение благосостояния наших граждан. ШОС была и, я уверен, останется организацией, открытой для взаимодействия. Это не элитный клуб, а организация, которая готова взаимодействовать с разными странами. Уверен, что серьезным шагом в ее развитии станет утверждение меморандума об обязательствах государства-заявителя для получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества. Таковы наши текущие дела, таковы наши планы. Я в заключении хотел бы сердечно поблагодарить Рустана Бешича Назарбаева за плодотворную работу в период казахстанского председательства в организации. Наши казахские коллеги сделали очень многое для того, чтобы ШОС достойно встретил свое десятилетие. С хорошими итогами и с хорошими планами, потому что еще очень многое предстоит сделать. После саммита функции председательства переходит к Китайской Народной Республике. Я желаю им успехов и рассчитываю, что сегодняшние договоренности, а это конкретные договоренности, договоренности, направленные на развитие самой организации, соответственно, выполнение цели организации, будет способствовать нашему стратегическому замыслу, миру, стабильности и прогрессу на нашем общем пространстве. Благодарю за внимание.